шеряевка самая молодая деревня судя по записям богданском сельсовете про нее первые сведения в 1911 году вот это вот еду по лепиловке даже интересно откуда это пошло название что-то с лепкой связано недавно дом сгорел ну вот то что не интересовало в интернете прошу информация все-таки поступила это был дом управляющего после после революции несколько мужиков убили управляющего блинова хотя крестьяне нее не обижались и жалели его считали что при нем жилось хорошо обиды на этот барский дом были большие дом хороший царские времена вот это была людская советскими на его восстановили сделали клуб где-то здесь яма могла остаться это был погреб летник который амбары погреб летник кузница молодежь хотел из нее сделал дом культуры деревенский но получил отказ решили здесь сделать пекарню завезли оборудование сделали ремонт ну дальше дело не пошло стали короче его делать под хранилище зерна сати липает еще царское время здесь было аллея лицевая большая-большая длина осталось только 2 лет вот такой домик крыш уже развалилась и два этажа было вам какая трещина пошла скоро развалится комната довольно-таки просторная стена отходит какие трещин скоро рухнет вот кстати был балкон где управляющих любил выходить чай попить на балконе посидеть тут поход печка была вот система дымоходов удобно и дом прогревается вот здесь балкон был очень красивый рядом с кузницей была маслобойка большой амбар был разделен на две части на два помещения в одном лошадь ходила по кругу приводя в движение вертикальный вал через систему деревянных шестерен и валов во втором помещении производился отжим масла и семечек скорее всего масло было холодного отжима туда часто ходили брали жмых он первый был очень вкусный самый его разбавляли с сахаром и ели как халву напротив барского дома были погреба на стене этих зданий показывали кино прямо на улице чтобы построить дом и все хоз постройки был построен кирпичный завод крестьяне работали на этом заводе за кирпичи поэтому ширяевки было много жилых кирпичных построек все это функционировал до середины 50-х годов двадцатого века когда к власти пришел хрущев начал с подъем сельского хозяйства все барские постройки снесли началось новое строительство построили свинарник коровник телятник конюшни водонапорную башню в коровнике была горячая вода туда ходили даже купаться а потом все развалили и царская не царская все вот это вот была школа царские времена причем самое интересное то что она была первая богданском сельсовик построена она была четырех классные учились посменно 1 3 и в одну смену класс 2 4 в другую дядя 25 года здесь учился моя мать 29 учил 4 класса было класса и учились две смены правильно до 1 3 2 4 класса парты стояли по одной стене и бортовой стены но я вичка все знаю подготовку тут все учились потом здесь делали магазин который сейчас естественно не работает замок открыть тот уже взломал замок да когда я была школа здесь нам были хорошие двери дубовые в царский время настроили хорошая это нам уже когда магазин был дверь закрыта поэтому туда не пойдем вот складских помещения но тут походу дверь было когда-то ну чё пойдем закрываем закрываем закрывай обратно на замок только было вообще в документах как будто ее построила чечерина софья сергевна еще деревня шеревка знаменита двумя людьми они в мировом масштабе знаменитый один из них Артюхин Евгений Тимофеевич он заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе двухкратный чемпион мира четырехкратный победитель международного турнира памяти иван поддубного его честь названа спортивная школа в ржаксе и поставлен в ржаксе же памятник боксерской перчатки вот в этом доме и жил Артюхин Евгений Тимофеевич здесь еще родился и вырос один известный человек это Конкин Михаил Иванович он известный ученый, философ член-корреспондент международной славянской академии профессор российской экономической академии имени Плеханова ну и плюс еще он был ветеран Великой Отечественной войны вот в этом доме и жил Конкин Михаил Иванович отчет как Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...